Семья Ким не столь давно стала многодетной. У Виталия и Евгении был один ребенок, а сейчас три в их жизни появились близняшки Мия и София. Счастье было настолько велико, что семье стало тесно в небольшой съемной квартире. Помогли им в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам. Почти 2 миллиона рублей нам выдал город получается. И на что этого хватило? Нам хватило на первоначальный взнос, даже больше, чем первоначальный взнос, приобрести на жилье в новостройке. Руководителя городского управления счастливые родители пришли поблагодарить лично за то, что его сотрудники помогают разобраться с множеством документов и подать их на участие в подпрограмме «Жилье для молодых семей». Мне вообще сложно входить в справки всякие собирать и так далее. Тут же постоянно столько многих. Ну и памятку дали, и все рассказали. Ни разу не было того, что там, знаете, сейчас заняты. Перезвоните, не перезванивали. Участником программы может стать молодая семья в возрасте до 35 лет включительно, как полная, так и неполная молодая семья. Проживающая на территории города Хабаровска, имеющая постоянное место жительства на территории города Хабаровска. И признанная, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Вы увидели себя в списках. А поскольку вы увидели уже себя в списках, вам не нужно подавать документы заново. С этого дня поучаствовать в подпрограмме «Жилье для молодых семей» стало еще проще. В Управлении по делам молодежи на улице Ленинградской открыли колл-центр для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Вопросы касаются, опять же, того, чтобы встать на учет для получения квартиры и подобные вопросы. Отвечать, конечно, нужно полностью, правдиво, объективно, доброжелательно. Колл-центр работает в будни с двух часов до шести вечера. На вопросы молодых семей по поводу улучшения жилищных условий отвечают обученные волонтеры. Павел Игошин, Андрей Терехин. Смотри, Хабаровск. Продолжение следует.